Воссоединился Эдвард Сноуден. Новое противостояние в американском Сент-Луисе. Жуткое наводнение в итальянской Генуе. Дальний Восток и Юг. Десятки новых самолетов для ВВС и ПВО России. И последние новости по курсу рубля от российских участников сессии МВФ в Вашингтоне и, конечно, от наших экономистов. Как уберечься от страшной африканской болезни Эбола? И не является ли это такой же лже-страшилкой, как и был птичий грипп? Ждём в нашей студии министра здравоохранения Веронику Скворцову. Братская Сербия готовится к небывалому параду вместе с российскими военными. И уже по всему Белграду сплошные символы России. Не боится ли Сербия рассориться для этого с Европой? Сербский президент Николич принимает нас в канун приезда в Белград президента Путина. Саммит в Минске. О чём могли секретничать Путин и Лукашенко? И означает ли вступление в Евразийский союз ещё и Армении, что Евразия сама по себе о Европе можно забыть? Наш собеседник, глава Евразийской комиссии Виктор Христенко. И почему, несмотря на санкции, в Сочи идёт Формула-1? Какой вираж закладывают там? А также, откуда лучше всего смотреть за гонками? Интервью нашей программе даёт душа Формулы легендарный англичанин Верни Эклстоун, которого всё ни по чём. Но сначала последние и поистине важные новости с Украины. Итак, дончане и луганчане поддержали введение режима тишины. Через пять дней под контролем ОБСЕ должно пройти отведение артиллерии и тяжёлой техники. Всё это заявление Александра Захарченко. Он же минувшим днём сообщил о том, что Донецк и Киев заключили важнейшее соглашение о линии разграничения. Но вот здесь есть разночтение. В СНБО в Киеве говорят, что подобных документов не видели. И вот на этом фоне украинская армия строит в регионе три линии фортификации. Это приказ президента Петра Порошенко. Накануне он проверял боеготовность силовиков в 30 километрах от Донецка. Донецк уволил губернатора Сергея Таруту, но и назначил на его место военного, бывшего замкомандующего внутренними войсками Украины генерала Александра Кихтенко. При этом, согласно утренней сводке армии Новороссии, зафиксировано 14 случаев нарушения перемирия украинской стороной. Кроме того, этим утром уже в Киберберкуте появился очень интересный документ, из которого может следовать, что украинские военные тайно получают материалы комиссии по расследованию гибели малазийского Боинга. В частности, речь идет о том, каким точно буком мог быть сбит лайнер. Напомню, что одни буки стоят на вооружении Украины и совсем другие у России. Возможно, что вот из этой внутренней переписки украинских военных и следует истина. К этой теме мы вернемся сегодня подробнее. Вечером покажу коротко и о других текущих новостях этой субботы. Вокруг света за 80 секунд. Опять новости последнего часа. Драматичные события разворачиваются вокруг осажденного исламистами сирийского города Кубани. Внутри кольца боевиков находится около 12 тысяч человек. Преимущественно курды. В случае захвата их всех ждет смерть. Заместитель Генсек ООН заявил, что эта трагедия станет пятном на совести всего человечества. Ближе всех к месту событий находится Турция, откуда в Сирию рвутся добровольцы из курдских повстанческих отрядов. Официальная Анкара при этом пока не реагирует на требования поддержать сирийцев. В борьбе с исламистами Эрдоган ненавидит Асада. Приятная новость. Чемпионаты мира по спортивной гимнастике в Китае. Золото в вольных упражнениях и бронза в соревнованиях на кольцах у россиянина Дениса Аблязина. 22-летний уроженец Пенза стал чемпионом мира впервые. До этого он был серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Лондоне, а побеждал на чемпионатах Европы и Универсиаде. Ну а среди девушек на первенстве в Поднебесной отличилась Дарья Спиридонова. У нее бронза в упражнениях на брусьях. Поздравляем! В Туве, в Таджинском районе, этим утром возобновили поиски пропавшего на коню вертолета Ми-8. На его борту находились 12 человек. В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации. Операция в воздухе на земле проходит. Задействованы около 300 спасателей и порядка 40 единиц техники. Известно, что пропавший вертолет принадлежит компании Тыва Ави и был арендован для частного рейса из Сарвуга в Кызыл. Еще новости. Количество погибших от лихорадки Эбола превысило 4000 человек. Случаи заражения все чаще регистрируют уже не в Африке, а и в благополучной Европе. Только в Испании около десятка пациентов с симптомами вируса. Тревогу бьют уже и в другом полушарии в Латинской Америке и Соединенных Штатах. Общее число инфицированных приближается к 10 тысячам, а лекарствовать так пока и нет. Тысячи демонстрантов начали четырехдневную акцию протеста в американском городе Сент-Луис, где за последнее время полицейскими были убиты два чернокожих подростка. Власти настаивают, что действия правоохранителей были полностью законны, но родственники погибших уверяют, что подростки были безоружны и все дело в дискриминации афроамериканцев. Загадочное исчиновение Ким Чен Ын из северокорейской политической действительности обрастает все новыми слухами. Сегодня источник агентства Reuters сообщил, что Ким Чен Ын взял 100-дневный больничный. А это породило уже целую волну предположений. Кто-то верит в сообщение о травме или подагре. Ведь страдающий избыточным весом Ким Чен Ын на последних съемках заметно хромал. Но есть и куда менее безобидные гипотезы. Государственный переворот или даже смерть. Таких предположений все больше после того, как молодой лидер пропустил даже мероприятие в честь годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи. Эдвард Сноуден перевез в Россию свою подругу. Об этом стало известно после выхода документального фильма «Ситизинфо», премьера которого прошла накануне в Нью-Йорке. Злые языки утверждали, что Сноуден расстался с девушкой, бросил ее на произвол судьбы. Но оказалось, в середине лета Лин Семилс живет в его московской квартире. Наводнение в итальянской Гену. Из-за проливных дождей город превратился во вторую Венецию. Спасать людей помогают карабинеры и пожарные. Без электричества целые районы, закрыты школы и университеты, правительственные учреждения. При этом сохраняется угроза еще большего подъема воды. Уже есть один погибший. Два новых истребителя Су-30М2 прибыли на военный аэродром Центральной угловая с авиазаводов Комсомольский-Намуре. Одновременно Интерфакс сообщает, объединение ВВС и ПВО Южного округа до конца года получит более 40 единиц новой модернизированной или модернизированной техники. Ну и важный пример для того, что несмотря на санкции и антисанкции, продолжается и нормальное сотрудничество России и стран Запада. В Петербурге в эти дни проходит франко-российская конференция, посвященная миграционным процессам. И хотя в этих вопросах у обеих стран больше проблем, чем побед, отрадно, что идет вот диалог. И о тех наших специальных субботных форматах теперь, которые еще только ждут зрителей Вестей в субботу, еще только вечером, после фирмы Аркадия Мамонтова. Впрочем, вечер этот уже наступил по ту сторону Урала. И так еще сегодня в Вестях в субботу. Суббота. И в Евразийский союз еще и Армении, что Евразия сама по себе, а Евро-то можно забыть. Наш собеседник, глава Евразийской комиссии, Виктор Христенко. И почему, несмотря на санкции, в Сочи идет Формула-1? Какой вираж закладывают там? Интервью нашей программе дает душа Формула. Легендарный англичанин Берни Эклстоун, которому все ни по чем. Ну, все вот это вечером, а в завершении этого дневного новостного блока «Экономика». К нам присоединяется наш экономист Мария Бондарева. Маш, ну, в общем, наверное, главное сейчас, с какими курсами валют и ценами на нефть мы вошли в эти выходные? Все тревожно. Да, Сергей, ну, с очередными рекордами, скорее, правда, антирекордами, рубль вновь установил очередной исторический минимум по отношению к доллару. 40 рублей 37 копеек было. Так дорого американская валюта еще не стоила никогда. Евро дороже 51. Ну, официальные курсы на выходные тоже исторические. Доллар 40, 21, евро 51, 0,5. Маша, что происходит? Точнее, что творится? Ну, причин много, но, конечно, главное сейчас это цены на нефть. На сырьевом рынке на этой неделе тоже были пробиты психологически важные отметки. Американская WTI 85-76 долларов за баррель. Бренд, из цены которой рассчитывается стоимость российской Юрлс, тоже уже дешевле 90 долларов. 89-92. И все же о валюте еще раз. Есть информация, что из-за сильного ажиотажа в обменниках возник дефицит валюты? Да, Сергей, в отдельных обменниках, да. Но в целом по стране проблем с валютой нет, заверила мою коллегу Наилю Аскерзаде. На осенней сессии МВФ в Вашингтоне глава Центробанка Эльвера Набиулина. Свобода, конечно, обмена валюты останется. Никаких ограничений регуляторов вводить не собирается. И у банковской системы достаточно наличной валюты для того, чтобы удовлетворить любой спрос. И в том числе, если этот спрос будет повышенным. Подтвердил это и глава ВТБ Андрей Костин. Небольшие банки, предлагающие выгодные курсы и действительно быстро распродают все доллары. Но в обменных пунктах крупнейших госбанков американской валюты вполне хватает. Мы банк большой, поэтому мы не испытываем такой проблемы. Более того, могу сказать, что в летний период, когда начало таких волнений в отношении финансового сектора, мы завезли просто большим самолетом большое количество наличной валюты. Поэтому любой клиент нашего банка, и не клиент, может получить доллары наличные в том объеме, в который ему требуется. Маша, оправдали ли, что на этом большом сборе в Вашингтоне заходила речь и об отмене антироссийских санкций? Сергей, ну неофициально, конечно. Но, как заявил наш министр финансов Антон Филуанов, в кулуарах эта тема действительно поднималась. Так как, цитата, очевидно, что это мешает развитию собственного бизнеса и стимулированию экономики. По мнению министра, решения этого вопроса не станут откладывать в долгий ящик. Интересно, что с другой стороны планеты и Сочи тоже звучат призывы к отмене антироссийских санкций, только уже из уст представителей Китая. Да, там сейчас проходит заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке встреч глав правительств. Так вот, как заявила вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, Китай решительно против санкций Запада. Это в отношении России, считает их ошибкой. Напомнил, что западные страны сейчас поддерживают также оппозицию в Гонконге и предложил вместе России и КНР придумать достойный ответ. Тем временем к санкциям против России присоединилась еще одна страна, Норвегия. Да, страна, которая не является членом ЕС, решила поддержать ограничения Евросоюза в адрес Москвы. Под новые санкции попали технологии и товары двойного назначения. В основном они касаются техники для работы на шельфовых месторождениях, то есть той области, где норвежцы конкурентов и так не любят. Все ли нордические страны такие категоричные? Сергей, нет. Вот, например, финны придумали, как оставить за собой хотя бы часть нашего рынка. Валио налаживает производство сливок и молока уже в России, в Ленинградской области, на комбинате «Галактика». Ну, кстати, очень неплохая новость. Что наша агрария? Сергей, ну, кажется, наши аграрии наконец-то готовы заявлять о себе в полный голос. Как раз сейчас на ВДНХ завершается выставка «Золотая осень», и там весьма широко представлены хозяйства, в частности, Саратовской области. Причем есть не только стандартные сельхозбогатства, поволжья, овощи, фрукты и зерновые культуры, но и научные разработки. Так что неудивительно, что прямо на стендах выставки подписаны сразу пять крупных соглашений по строительству новых агропромышленных комплексов и одного технопарка. Маша, последнее, пожалуй. Что это за история с необычным способом борьбы с коррупцией в среде полицейских Таиланда? Да, Сергей. Пришедший к власти генерал проют Чан-Оча поднял знамя борьбы со взяточниками и начать решил с полицией. Способ искоренения порока простой. Клин будут вышибать клином. За отказ от взятки выдавать премии. Задержал взяточника, получил 10 тысяч бат. Ну и недавно такую сумму...